Всем привет! Сегодня я хотела рассказать про некоторые сайты или интересных людей, или предметы, или что ещё угодно, что меня вдохновляет. И хочу поделиться именно теми ресурсами, которые я использую при работе, также при учёбе и при работе с Меллан. Начинаю я с любимых иллюстраторов. Конечно же, номер один — это Нина Печковская и Селом, с которой я знакома. Я пыталась посчитать уже, наверное, лет 10. Я помню даже, как я к Нине в гости приезжала в Петербург лет 6-7 назад, наверное, и ночевала у неё в квартире. И мы очень давно уже общаемся, и у неё очень красивые, нежные работы, и Нина недавно проиллюстрировала красивую книгу для шведского блогера. Также Нина работает с разными интересными бьюти-брендами. В общем, я оставляю все ссылки внизу. Ещё один иллюстратор, которого я очень люблю, живёт в Голландии. Её зовут Хайсхилл Сандер. И за Хайсхилл я слежу тоже уже несколько лет. Мне очень нравится, как она рисует на витринах, на окнах различных магазинов. И если вы знаете, например, в Амстердаме есть магазин «Анна и Нина», она рисует там постоянно для них что-то на витринах. Довольно-таки популярная девушка. Продолжая тему в Голландии и моей любви к этой стране, я не могу не рассказать про Яру Михельс. Она живёт в Амстердаме. Сейчас она делает сайт под названием Chapter Friday. И у неё в команде ещё три девочки, которые помогают ей делать различные фотографии, создают контент. И этот сайт для тех девочек, которые просто любят всякие милые штуки, любят читать про модные тренды, про красоту, про интерьер, путешествия, различные советы про карьеру, про образование, про то, как вести блог. В общем, это такой очень классный девичий сайт. Меня иногда спрашивают, есть ли аналог на русском языке нашему сайту Melon. И я, к сожалению, не знаю подобных сайтов, но Chapter Friday меня очень вдохновляет. И для меня это в какой-то мере аналог для Melon. И поэтому, если вы знаете какие-то подобные сайты, обязательно оставьте внизу, пожалуйста, потому что мне бы очень хотелось ещё что-то такое интересное читать. Ещё один блогер, за которым я очень люблю следить. Её зовут Меделин, она живёт в Австрии. И её блог называется Дарья Дарья. Меделин введёт свой блог на немецком языке. У неё также есть YouTube-канал. И в чём её фишка? В том, что она рассказывает про экологию, про отношение к природе, про различную эко-косметику, эко-одежду. Всё, что связано вот с словом sustainable, sustainability. И мне очень близка эта тема, хотя я не веган, и я не часто, к сожалению, покупаю вещи, которые действительно эко-френдли. Но мне всё равно хотелось бы немножко изменить своё поведение. Очень увлекательно всё это смотреть и знать, что есть молодые люди, которые продвигают идею о том, что мы те люди, которые ответственны за наш мир, и только мы можем сами на него влиять и его менять. Если говорить немножко больше о моде и о стиле жизни, есть такая девушка Эмили Саламон. Она живёт в Дании. Я слежу за её блогом уже примерно 4 или 5 лет. И, по сути, именно по её блогу я учила датский язык во многом. И её блоги вы можете посмотреть на красивую датскую жизнь, на жизнь в Копенгагене. У неё есть, конечно, такая доля гламурности в блоге, но этот гламур совсем не приторный. Она такая вся воздушная, лёгкая эта девушка. И даже те модные коллаборации, которые она делает с довольно-таки большими брендами, они не выглядят навязчиво. Они очень стильные, утончённые и элегантные. И я очень люблю следить за её различными рецептами кулинарными или за какими-то поездками. Если говорить про других конкретных медийных личностей, которые меня вдохновляют, я, конечно же, не могу пропустить Карли Клосс, потому что, возможно, это совсем не оригинально. Она для меня это такая квинтэссенция женственности, естественности, натуральности. При этом поневидно, что она довольно-таки мудрый человек и милосердный человек. И она такая супергерл, которая не только говорит о красоте в мире, но и о каких-то важных глобальных проблемах. Опять-таки, мне очень нравится смотреть её видео там, где она ездит, в разные бедные страны третьего мира. Когда она путешествует по Африке, рассказывает о том, как там живут люди. И мне очень важно всегда про такие вот вещи читать и слушать, потому что это меня развивает, это даёт мне информацию о том, как живут люди в других странах мира и позволяет мне ценить то, что у меня есть. Очень часто я также смотрю сайты разных онлайн-магазинов и ищу там вдохновение для себя. Например, один из сайтов — это онлайн-магазин из Германии, называется Edited. И там я очень люблю смотреть как на визуальное оформление сайта, так и читать их блог, потому что у них в блоге всегда есть какие-то интересные тоже такие тренды, рассказики, истории, статьи полезные. Есть масса подобных сайтах, можете также зайти на сайт магазина And Other Stories, у них потрясающий дизайн, очень красивое наполнение сайта. Я, как ни странно, очень люблю смотреть свой собственный Tumblr, вдохновляясь от него. Может быть, это немножко эгоистично звучит, но иногда я всё-таки нахожу время на то, чтобы сделать какие-то свои коллажи, вдохновляющие мудборды, и тогда я публикую это всё там, или я просто сохраняю туда какие-то особенные видео или особенные фотосессии или картинки, которые меня заинтересовали. Очень редко я также пишу какие-то свои мысли. И, кстати, там есть функция задать вопрос. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете мне оставить их там. И, например, я могла бы сделать видео в духе вопрос-ответ. Ещё одна вещь, которая мне очень нравится, и это такая немного нота ностальгии, потому что, когда мне было лет 16, я всегда приходила домой из школы, и во время обеда я смотрела телеканал Fashion TV. Сейчас, конечно, никто не смотрит уже телевизор, хотя этот канал до сих пор работает. И когда я приезжаю домой, я всегда смотрю его, потому что мне нравится, там очень динамичные, всегда шоу показаны, бэкстэйдж с разных съёмок, и даже музыка, которая используется на этом канале. Это просто приятный фон, и приятный для такого визуального какого-то наслаждения. Не знаю, есть ли этот канал у вас в сети вашего кабельного телевидения, и напишите, мне интересно, если вы когда-то его видели тоже, потому что я, по сути, выросла на нём, и мне очень приятно вспоминать о нём периодически. Ещё одна вещь, которая мне очень нравится, это newsletter, то есть имейл-рассылка с сайта blogloving.com. Вообще, у сайта blogloving есть большой потенциал, и очень много таких скрытых, важных секретов, о которых многие люди не знают. Если вы не знаете о нём ничего, тоже мне напишите в комментариях. Blogloving — это очень классный портал, но сегодня я хочу рассказать именно о том, что у них есть функция newsletter. В настройках вы можете подписаться на их еженедельную рассылку про статьи на тему бьюти, на тему красоты, и самые популярные, самые лучшие посты недели. Я всегда оттуда черпаю вдохновение, невероятно много, потому что у них идеи на все случаи жизни там есть, и очень красивый даже дизайн этих имейл-рассылок у них я очень люблю. Наверное, всё на этом сегодня, потому что я не рассказала ещё про какие-то YouTube-каналы, про Instagram-аккаунты, хотя этого всего нереальное количество, и также есть определённые фишки, которые я использую при поиске интересных инстаграмеров или видеоблогеров, но хватит на сегодня, это уже было очень много информации для вас, переваривайте, посмотрите обязательно все ссылки внизу, оставляйте свои ссылки, если вы хотите чем-то поделиться. Надеюсь, что вам было интересно узнать какие-то вещи, которые я смотрю в своей повседневной жизни. Спасибо за просмотр и увидимся с вами в другой раз. Всем пока!